Видео подготовлено каналом Уроки ТВ номер 270 из раздела округления десятичных дробей. Выразите приближенную обыкновенную дробь десятичной с одним-двумя-тремя знаками после запятой. Задание А. 2 трети. Если 2 разделить на 3, то мы получим 0 целых и бесконечную дробь 6666. Если мы округлим это значение, то мы получим 0 целых 7 десятых. Так ведь? Смотрите. Смотрим, находим разряд десятый и смотрим на рядом стоящую цифру. 6 это много, значит 6 это 7. 0 целых 7 десятых. Теперь округлим до сотых. Тот же результат. Находим разряд сотых, смотрим на рядом стоящую цифру. Получилось 0 целых шестьдесят семь сотых. Округлим до тысячных. Стали в разряд тысячных и смотрим на рядом стоящую цифру. Приближенно это будет 0 целых шестьсот шестьдесят семь тысячных. Рассмотрим дробь 5 шестых. 5 делим на 6. Получаем бесконечную дробь. 0 целых 8. И дальше 3, 3, 3. Пойдет период 3. Округляем до десятых. 8. Смотрим на троечку. На рядом стоящую цифру. Маловато. Получается, что значит все это превращается в нули. До десятых ответ будет 0 целых 8 десятых. Теперь дальше будем округлять до сотых. Находим троечку. И дальше смотрим на рядом стоящую цифру. Получается, что округлив до сотых, мы получим результат 0 целых 8 десятых. 0 целых 8 тридцать три сотых. Округлив до тысячных, получаем результат 0 целых 8 тридцать три тысячных. Стали в разряд тысячных. Дальше 3. И получили ответ 0 целых 8 тридцать три тысячных. Приближенное значение. Рассмотрим V. Дробь 2 девятых. 2 разделим на 9. Получаем 0 целых. И двоечки до бесконечности. Начинаем округление. До десятых. Нашли разряд десятых. Смотрим на рядом стоящее число 2. 2 это мало, поэтому она превращается в 0. И все остальные последующие цифры в 0, которые откидываются. Ответ 0 целых 2 десятых. Округляем до сотых. Стали в разряд сотых. Смотрим на рядом стоящую цифру 2. Значит, это не что. Она превращается в 0. И все последующие цифры за ней в 0. Ответ 0 целых 22 сотых. Стали в разряд тысячных. Опять 2. Опять это мало, поэтому ответ 0 целых 222 тысячных. Приближенное значение. Задание G. 4 седьмых. Так. Начинаем 4 делить на 7. Получаем такую десятичную дробь. 0 целых. И делим до 6 знаков после запятой. Но этого достаточно. Дальше пойдут те же периоды. Нам нужно округлить. Этого нам достаточно. Нам нужно округлить до десятых. Стали в разряд десятых. Ага. 5. А рядом 7. Значит, 7 это много. Значит, пятерочка у нас будет округлена до цифры 6. Получаем 0 целых 6 десятых. Округляем до сотых. Стали в разряд сотых. Вот мы стоим. И смотрим на рядом стоящую цифру. Единица. Мало. Значит, дальше все нули. Ответ 0 целых 57 сотых. Округляем до тысячных. Стали в разряд тысячных. Вот мы стоим под единичкой. И смотрим на рядом стоящую цифру. 4. Это мало. Значит, она превращает в нули все остальное. Получаем ответ 0 целых 571 тысячная. Если бы вместо четверки здесь стояло 5 и больше, то цифра 1 округлилась бы до двойки. Но рядом с нею стоит четверка, поэтому она способна превратиться только в нуль. И весь дальнейший ряд только нули. Ответ 0 целых 571 тысячная. Возникли вопросы? Оставляйте комментарии под видео. Оставляйте комментарии под видео. Оставляйте комментарии под видео. Оставляйте комментарии под видео.